Всех приветствую! Продолжаем знакомиться с персонажами античного мира по книге Бетти Редис «Кто есть кто в античном мире», наполняя данными из википедии и интернета. Перефой. Перефой у Гомера царь Блапифов, на свадьбе которого произошла ссора и схватка с кентаврами. В более поздних легендах Перефой обычно появляется вместе со своим близким другом Тесеем, афинским царем. Перефой фигурирует также в легендах о похищении Елены. Он участвует в битве с амазонками. Вместе с Тесеем Перефой спускается в Аид, чтобы освободить Персифон. Плутон пресекает дерзкую попытку Перефоя и Тесея и наказывает их заключением. Но согласно одной версии, Тесею удается сбежать, а Перефой устает в Аиде терпеть адские муки. Хотя по другой легенде они остаются в Аиде оба, до тех пор, пока их не освобождает Геракл. Борьба кентавров с лапифами изображена на фронтоне храма Зевса в Олимпе. Из Википедии. Антиковеды полагают, что во II тысячелетии до н.э. в Северной Фессалии в самом деле существовало племя лапифов. Судя по мифологической традиции, лапифы отличались воинственностью и независимым характером. Перефой был женат на Гепадарии, по разным источникам дочери Фессалица Будта. Супруга родила Перефою сына Полипетта, которого античный автор и упоминает в числе женихов Елины Прекрасной и участников Троянской войны. Отношения между Перефоем и Тесеем считались в античной и средневековой литературе одним из классических примеров идеальной мужской дружбы. Перефой, кентавромахи и походы за гробный мир стали популярным сюжетом античного изобразительного искусства. Перефой упоминается в поэмах Гомера и Вергилия. Он был персонажем нескольких античных пьес, ни одна из которых не сохранилась. Битву лапифов с кентаврами часто изображали художники нового времени. Ну вот так вкратце о Перефое у Гомера царь лапифов, на свадьбе которого произошла ссора и схватка с кентаврами. Пока-пока, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok